Здравствуйте! С вами снова канал Вероника Поливкина. Как приятно зимой посидеть у камина или печки, послушать как трещат дрова. Огонь не только согревает холод, но и располагает поразмышлять, помечтать о чем-то приятном. У нас печка есть, ставили так на всякий случай, но теперь без нее никак. Если даже еще не очень холодно, затапливаем, ведь тепло именно от печки, какое-то другое, живое и приятное. Но имея печку, нужно иметь дрова. Да, продают сейчас разные готовые прессованные брикеты, но это все не то. Нужны настоящие дрова. Мы еще ни разу их не покупали. Используем всякие толстые ветки с участка и от соседей. Ну и свалившаяся соседская береза, просто клад. Ее на несколько лет хватит. Но дрова, конечно, нужно наколоть. Напилить под размер печки сейчас несложно, почти в каждом хозяйстве есть электрические или бензопилы. А вот чтобы такой чурбачок расколоть, нужно уметь общаться с топором. Маленьким спортивным топориком здесь делать нечего. Нужен тяжелый, так называемый колун. Он отличается длинной ручкой и очень тяжелой головой. Вот этот колун моих предков. Интересно, будут ли отличаться от них современные? Как всегда, заглянула в свой любимый магазин лучших садовых инструментов Кадеру. Посмотрим, чем же могут удивить знаменитые европейские производители инструмента. О, тут топоров разных, видимо-невидимо. Мне муж все совки да лопаты для сада дарит, а я решила сделать ответный подарок – купить ему топор. Ну, если честно, даже не знаю, какой выбрать. Согласитесь, хоть и есть женщины в русских селениях, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут, но все же это не совсем женское дело. Без консультации, видимо, не обойтись. Оставила свой вопрос на сайте и, как всегда, очень быстро мне перезвонили и просветили. Сделала заказ и теперь можно смело свой подарочек мужу вручить. Да почему только мужу? У меня и зятья, и внуки, все мужчины. Будет топор, переходящий к красным знаменям. Почему именно этот? Он протестирован специалистами и получил оценку очень хорошо. Австрийско-германского происхождения изготовлен концерном Офнер. По сравнению с нашими, старыми имеет довольно изящную форму, но при этом очень мощный. Удобная ручка длиной 63 см, полая внутри, сделана из стекловолокна, армированного углеродом, поэтому одновременно являются и очень легкой, и очень прочной. В отличие от деревянной, такая не рассохнется от влаги, а значит топор не разболтается и не соскочит с топорища. Такая ручка имеет и отличные амортизационные свойства. Соединение ручки с топором позволяет работать обухом. Но главное, конечно, голова, которая изготовлена из очень качественной закаленной стали. Такой качественной, что делает режущую кромку настолько прочной, что она не выкрашится, если даже случайно попадет по камню. Кроме того, голова топора имеет специальное покрытие, дающее высокий уровень скольжения при проникновения в древесину, тем самым снижает усилия при расщеплении и топор не закусывает в расщепе. Покрытие это защищает и от коррозии. Оптимальное распределение веса и эргономическая форма топора облегчит работу и увеличит производительность. Вес такого топора 1,7 кг. Именно этот топор предназначен для рубки деревьев 20-30 см в диаметре. Но мы деревья привыкли не рубить, а сажать. Так что и пробовать не будем. А вторая функция это раскалывание поленьев средних размеров. Топор прислали в комплекте с пластмассовым чехлом для хранения и переноски. Смотрите, как удобно. Есть механизм фиксации и удобная ручка для переноски. Гарантия на этот топор 25 лет. Не слабо для серьезной работы. Топоры давно хотели поменять. Думаю, к зиме такая покупка самая то. Такому топору решила заказать и рабочие перчатки. Я уже показывала, что летом купила очень удобные, но они летние. На сайте все время появляются новинки и недавно я отметила для себя рабочие зимние перчатки. Вот эти так и называются. Зимние прикосновения. Английские, из натуральной оленьей кожи, полностью водонепроницаемые. Я так промерзла с наступлением морозов, доделывая различные садовые работы, что ни минуты не колебалась и заказала себе такие. Ведь руки это наше все. Если пальцы от холода не гнутся, попробуй сделать хоть какую-то работу. А работы много всегда, даже зимой. Вот только с разбирчиком не угадала. Хотела взять на двоих, но получилось на женскую руку. Мне-то хорошо, а мужу не подошли. Так что, если захотите сделать подарочек своим ручкам, смотрите на размер. Есть женские, а есть мужские. Перчатки очень мягкие, но это и понятно. Кожа есть кожа. Ладонь усилена замшевой вкладкой. Движения не стеснены. Внутренний слой это утеплитель, тенсулит, помогающий держать руки в тепле даже в самую холодную погоду. Средний слой полностью водонепроницаемая, инновационная дышащая прокладка, гарантирующая, что руки останутся абсолютно сухими, даже когда полностью промокнет верхний кожаный слой. И прежде чем мы пойдем тестировать топор, займу еще одну минутку вашего времени и покажу еще одну похвастушку. Приобрела и вот такие осенние перчатки, которые называются золотой лист. Они также полностью непромокаемые. Это прям-таки знаменитые перчатки. Одни из немногих одобрены британским королевским обществом садоводов и используются садоводами в Букингемском дворце. Они непревзойденные по прочности и комфорту. При их разработке была использована более мягкая, податливая натуральная кожа, обеспечивающая исключительно высокий уровень ловкости. Кожа специально обработана для обеспечения водонепроницаемости, а теплая подкладка делает их более комфортными. Такие перчатки сберегут руки от порезов, мозолей при выполнении различных садовых работ. Уж на что я противница работы в перчатках, но сдалась. А дело и снимать не захотелось. Они тоже есть и на женскую, и на мужскую руку. Ну что ж, пора заняться делом. Вот объект нашего внимания. Довольно долго эта береза ждала своего часа, но было слишком много других дел в саду. А теперь по первому морозцу самый раз поколоть дровишки и убрать их до снега. Современные мужчины вообще разучились и дрова-то колоть, а ведь это весьма полезное занятие. Отсидит молодой человек неделю в офисе, а в выходные компьютер поиграть. А может быть поиграем в другие игры, как говорится, игры на свежем воздухе, глядишь и на тренажерном зале сэкономишь, наколол дров, растопил баньку, попарился и пришел в соответствие со званием мужчина. Протестировать топор это значит не просто попробовать им работать, но и сравнить с другими моделями. Из других моделей у нас только эти старинные, но делать инструменты раньше умели. Трудно по-одиновому будет тягаться с проверенными временем. Занимаю место в зрительном зале. Сегодня не мой звездный час. Уступаю сцену мужчине. Сначала попробуем старичков, но прежде нужно поправить топорище. Ну не дай бог отскочит. Проверяем кромку. Надо бы подточить. Теперь все готово. Оп! Я даже не знаю, как комментировать, так как сама никогда не пробовала. Для меня это сверхсложно, но не думаю, чтобы такие чухи разлетались бы с первого раза. Но все же получилось, пусть не с первого и даже не со второго. Теперь пробуем новым. На мой взгляд, им работать как-то ловчее. Муж не любит давать интервью, но топор ему явно понравился. Да и работа более безопасная, так как нет угрозы, что соскочит голова и время на заточку не тратилось. Конечно, придет время и этот нужно будет подточить, но делать это нужно будет реже, чем у обычного, так как качество головы намного выше. Работа пошла, а значит мне пора перебираться из зрительного зала в рабочий цех и убирать дрова на зиму. Где тут мои зимние перчатки? А никак нельзя кстати. Хороших вам выходных! С вами был канал Вероника Поливкина. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok